Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как убрать свой город дружно и весело? Какие инициативы проявляют ТОСы, объединившись с молодежью? Об этом говорим сегодня. В нашей студии представители общественного молодежного парламента при Самарской губернской и городской думах студент Андрей Кулик и член городского школьного парламента Аполлинария Аникина. Ваши вопросы и мнения по поводу наведения порядка общественниками озвучивайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Аполлинария и Андрей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот до сегодняшнего момента вы уже поучаствовали в таком проекте, как уборка города? Или ждете 18 числа общегородского субботника? Мы не ждем. По крайней мере, мы с общественного молодежного парламента при губернской думе уже принимали участие в субботниках в Кировском районе на территории Островок. А вот тут скверик есть, островок у них. И там вот в этом скверике вы собираете мусор? Мы собирали мусор, да, сгребали его и... Это один раз было? Да. Один раз. И вывозили его. Понятно. Ну вот это чья была инициатива? Парламента молодежного при губернской думе, да? Парламента молодежного при губернской думе и администрации Кировского района. Да, вот интересно, почему вот вы попали именно в Кировский район? Мне интересно, как распределяются вот районы. Ну, история уже складывалась достаточно давно, потому что я принимал участие как член молодежного парламента при губернской думе первый раз. Пригласили, с удовольствием пошел. А вот этот скверик, закрепленный за ОМП при губернской думе, уже на протяжении нескольких лет. Понятно. Нужно уже таких вот опытных спросить людей. Теперь понятно. А Полинария, а вы как? Поучаствовали уже или нет? Или ждете все-таки, когда будет общегородской субботник? Да, мы со школы выходим практически каждый день убирать участок, закрепленный за нашей школой. Пришкольный участок, да, получается? Да. Ну и как, вот эффект есть какой-то от уборки? Да, конечно. Видите, наблюдаете? А почему каждый день? Получается, что вот вы убрали, а потом на следующий день мусор и опять нужно его убирать, да? Ну нет, просто у нас около школы много территорий, и мы стараемся захватить еще и другие. А, другие территории, не только вот по несколько раз, по одной вы не ходите. А как вот пришло сознание к школьникам, раз вы каждый день выходите и убираете, то, что не нужно мусорить? Вот какое есть мнение, что тот, кто участвует в субботнике, точно уже потом не будет бросать мусор? Вот у вас это подтверждается или нет? Или все-таки дети, подростки и взрослые школьники бросают мусор? Ну да, ребята, когда убираются сами, уже приходит та мысль, что лучше не загрязнять свой город и делать его чище. Потому что придется на следующий день опять выходить и опять убирать. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы участвуете не только в общественных советах молодежных придумах наших, но и еще принимаете участие в работе ТОСов. Как вы попали в ТОС? Потому что для молодого человека это не очень, так скажем, вяжется даже вот молодой человек и ТОС. История связи с ТОСом достаточно давняя. Вот в 2013 году начал возглавлять молодежную комиссию при ТОСе Мичуринском. Что мы делаем? Да достаточно банальные вещи. Просто на территории ТОСа Мичуринский мы заливаем катки, ремонтируем колды. Ну, ремонтировал колды не я, там другие ребята из 132-й школы под руководством Владислава. Вот они молодцы, во дворе на улице Клинической, пересечении улицы Клинической и Чернореченской благоустроили один вот такой вот объект. А ТОС Мичуринский почему? Потому что вы там живете? ТОС Мичуринский, потому что школа на территории ТОСа Мичуринской была. И так как возглавлял в свое время ученическое самоуправление, вот, мы плавно перетекли со школы вот на территории микрорайона, в дальнейшем потом на территории района и уже города, соответственно. Вот скажите, а какие у вас есть возможности для того, чтобы, вот вы говорите, там заливать катки, убираться, еще что-то делать? Возможности чисто технические, материальные, даже вот инвентарь, где вы берете? Как вот это все организуется? Ну, что касается конкретно 132-й школы и вот катка, которую я заливал, лично руководил этим процессом, там ситуация как складывается? В прошлом году с Дмитрий Игоревичем Мазаровым договорились и провели новогоднюю иллюминацию. Вот в этом году мы, точнее администрация школы, вот, привела такую инициативу и выделила специальное помещение для ребят-хоккеистов. Они могут там переодеваться, вот теперь с этого года, оставлять свои вещи и идти свободно заниматься с тренером-общественником хоккеем. Понятно. А вот роль, ваша-то роль в чем здесь? Вот вы кем являетесь при ТОСе? Вот что вы делаете конкретно? Вот конкретно каток заливал зимой, конкретно акции пожирателей незаконной рекламы, вот, началась она как раз... А вы ее, вот, идейный, прям вы придумали? Ну, совместно с ребятами. Совместно с ребятами придумали эту идею достаточно давно, 5 лет назад, вот, когда ученическое самоуправление еще зарождалось. То есть она не первый год в этом году, да, проводится? Далеко не первый год. К нам уже в прошлые годы подключились две школы, 148 и 25-е. Вот сейчас как раз хотим распространить эту акцию на территории всего города. Но инициаторами был вот ваш ТОС, да? Инициатором был молодежный совет при ТОСе Мичуринске и молодежное самоуправление школьное. Понятно. Мне вот даже интересно, когда вы говорите вот своим ровесникам, что вот у нас такая-то акция, мы сейчас вот идем сдирать рекламу там с подъездов и так далее. Как они реагируют? Потому что понятно, что у всех свои дела, молодежь увлеченная, куда-то там занятая. А вот как вы их убеждаете? Что нужно? Пойти все бросить и сдирать вот эти незаконные рекламные объявления? Как мы убеждаем? Ну вот, исходя из опыта, который есть, вот в этом году принимал непосредственно участие в наборке двух школ, 132 и 162. А в 162, кстати, понедельник 6-го числа было открытие по территории как раз Кировского района, где вот... Вот, мы сейчас видим фотографии, как раз это вот прокомментируйте. Это вот акция наша, которая проходит по всему городу. Здесь не только Кировский район, здесь вот Ленинский, видим, Самарский энергетический колледж. Вот как раз вот это вот. Ребята из мира, Международный институт рынка. Реклама, да, вот эта вот незаконная? Да, да. Ну, видите на эмоции, вот, ребят, люди. Но это не позируют они, что вот они видят, что их фотографируют? Нет, конечно. Просто когда идешь взирать рекламные объявления, дают вот скрипки, мешки, мусорные перчатки. А вам никто не противостоял? Вот смотрите, люди вешали свои объявления, чтобы люди знали о переездах, еще что-то. А вы вот приходите, их уничтожаете. Никто вам не мешал случайно? Никто не мешал. Не противодействовал? Но это ведь незаконная реклама. А как вы определяете, законная эта реклама или нет? Вот посмотрите, вот грузчики, пожалуйста. Может, кому-нибудь понадобится такая услуга, а вы лишаете. Но жители-то против. Жители против, чтобы их дома, их фасады дома были захламлены вот этой незаконной рекламой. А, кстати, как люди реагируют на то, когда вот видят, что вот молодежь подходит, чистит их двери, подъездов, стены домов и так далее? Какие-то отзывы вы получаете? Нет, некоторые проходят мимо, конечно. Ну, есть люди, которые говорят спасибо. Достаточно одного спасибо, чтобы и мотивационная составляющая поднялась, да. И настроение там у ребят. Теперь вот такой вопрос, а как вы определяете все-таки, законная эта реклама или нет? Потому что можно, вдруг это вот кто-то заплатил деньги, чтобы установить на тот же фасад дома какую-то вот там свою... Чтобы установить рекламу на дерево. Кому нужно платить? Дерево? Нет, нет, нет. Нет, поэтому вот очевидный факт, что на деревьях, во-первых, реклама, она незаконная вся. На фасад домов, если она законная, то она, как правило, большая реклама. И вешается на специальные участки, отведенные от рекламной объявлений. Да, такие есть специальные. Сейчас же, например, стоят по всему городу рекламные щиты, написано «Администрация Самары». Вот, там можно вешать рекламные объявления. Для этого администрации выделяют специальное финансирование на эту программу. И каждый житель свободно может повесить свое объявление туда. А вот вы, кстати, вот эти стенды от администрации, они пользуются, так скажем, популярностью. Там-то они заклеены объявлениями или нет? Или вот такая альтернатива не пришлась по душе людям, которые хотят о себе заявить? На мой взгляд, пришлась по душе. Она заклеена. Заклеена. Заклеена в меру, потому что администрация обслуживает все-таки эти щиты, не оставляет на правилу судьбы. То есть, выделяются специальные средства на каждый рекламный щит. И обслуживающая организация проходит через неделю, через две, сдирает все рекламные объявления. Понятно. И освобождают место для новой рекламы. Конечно, да, мы рекламные. Аполлинария, скажите, пожалуйста, как вы подключились вообще к общественной деятельности? Почему она вам интересна? Когда вот это произошло в вашей жизни, что вы решили, буду я заниматься такой работой? Плюс кучу вещей. Ну, это начало проявляться еще в прошлом году. Мы активно с нашей школой ходили на все городские субботники, на все мероприятия, на 1 мая, на 9 мая ходили на парад. И у нас просто такая активная школа, что она приобщает всех ребят. А какая, скажите, какая у вас школа? 157-я школа Кировского района. Она приобщает ребят к активной позиции и направляет, наверное. Ну, кстати, вот прям хочу отметить, что 157-я школа уже 4 раза принимала участие в этом месяце на акции «Прижиратели рекламы». Является вот одной из лидирующих школ по количеству участий. Понятно. А вот чья это за слуга, что у вас такая же? Как вам кажется? Вот это вы такие инициативные школьники? Или что? Или кто? Откуда вот это? В первую очередь инициатива идет от нашего завуча по внеклассной работе. Также у нас очень активные учителя, которые помогают нам в этом во всем. И даже есть учителя, которые вместе с нами ходят, принимают участие в акции «Пожиратели незаконной рекламы». Поэтому у нас очень активные. Да, вот это интересно. Вот видите, как приятно слышать, что даже учителя к вашей акции присоединились, к вашей инициативе. Ну, раз мы заговорили про дела, которые уже сделаны, я предлагаю посмотреть сюжет об уборке как раз в Кировском районе, о том, с каким настроением дети, школьники и подростки выходят, что они делают. Ну, а потом мы продолжим разговоры. Полный зал школьников – не что иное, как общее собрание перед разнарядкой. Маршрутные листы для очистки фасадов получили 28 средних школ Кировского района. В рамках общегородского месячника по благоустройству стартовала акция «Пожиратели незаконной рекламы». 28 школ, 435 человек, повторюсь. Я считаю, что это огромный такой задел для того, чтобы наш район привести в порядок и показать всем взрослым, какие они все-таки, если расклеивают незаконную рекламу, чтобы им стыдно было. Получив необходимый инвентарь, ребята рассредоточились по территории района. Если за дело браться всем миром, то за полчаса можно привести в порядок внушительный участок. У нас достаточно хороший город с архитектурой, особенно в центре. И то есть ее явно портит реклама, объявления, то есть портит архитектуру, вид города. Поэтому мы это как бы корежем немножко. Нам дают перчатки, скребок. И такими движениями мы скребаем эту рекламу. Трудно это? Не очень. Ну давай, покажи мне, чтобы я научилась. Слушай, ловко у тебя выходит. А можно я тоже попробую? Конечно. Так, перчатки, скребок, спасибо. Ну что ж, попробуем внести свою лепту в очистку Кировского района. Ох, трудна и неказиста жизнь человека, который решил побороть незаконную рекламу. Клеили эти объявления явно на совесть. Но и мы не лаком шиты. И эти фасады мы очистим тоже на совесть. Совестливые и ответственные старшеклассники уже смотрят на город не как потребители, а как полноценные граждане нашего общества. И не просто готовы помогать благоустраивать родной город, но и исправлять собственные ошибки. Прошлым летом я уже подрабатывал расклейкой объявлений. Сейчас я понимаю, что работаю, я расклеивал объявления, сейчас я портил фасады, и сейчас я как бы отрабатываю то, что я надел, я исправляю свои ошибки. К физическому труду на благо города хорошо отнеслись и мальчики, и девочки. Каждый находит в работе свои плюсы. Парни шутят, заодно и бицепсы можно подкачать. Девушкам другая радость – новые модные аксессуары, символичные и в тему. Хорошо проводим время. Вот нам выдали шапку такую вот в честь вот этого митинга, так сказать, ну, который сейчас проводится, пожиратели рекламы. Вот, и эту шапку я буду одевать в каждый митинг, который будет проводиться в городе Самары. Если вы хотите стать участником программы, и у вас есть свой собственный способ, как убрать и привести в порядок свой двор, школьную территорию или любую другую, и звоните нам по телефону 202-11-22, и мы к вам обязательно приедем. Кстати, по этому же телефону 202-11-22 вы можете звонить и сейчас, чтобы задать вопросы нашим гостям, узнать у них, что их мотивирует на такую деятельность по уборке города. Я как раз вот хотела про мотивацию спросить, потому что вот человек вышел, поработал, потрудился, и что у него останется от этого, ну, кроме морального удовлетворения, что вот он очистил что-то город. Ну, вот про шапочки вот уже девочки рассказали. Вот как вы все это организовали? Что вот вы же понимаете, что что-то должно остаться, да, после этой работы, чтобы мотивировать дальше? — Совместно с Российской общественной организацией местного самоуправления, Российский совет местного самоуправления, у нас есть региональное отделение, вот совместно с ними мы договорились, что вот какое-то материальное поощрение все-таки предоставим. Вот, ребята, там, тортик или еще что-нибудь. — А, ну, речь не идет о деньгах, да, естественно? — Понятно, нет, торт, ну, сладкий подарок какой-то, может, футболочный майк. Посмотрим, посмотрим вот по итогам акции. Вот отметил еще, отмечу еще раз, 157-ю школу и 132-ю. Пока что они принимают участие, вот, по сравнению с остальными, очень хорошо. Соответственно, эти школы мы прежде всего будем поддерживать. Найдем возможности поддержать. — Да, понятно. Сейчас в городе идет активное движение по формированию дружин. Вот народная такая дружина, дружинники ходят. Вот, кстати, вот молодежь как откликается на это? Или у вас свое направление все-таки деятельности? — Я знаю то, что вот молодежь, безусловно, откликается, отвлекается, откликается, откликается. У меня школьный товарищ, как раз один из организаторов вот этого мероприятия, приглашал всех, плановый университет приходили вместе с генералом Сладовником. И вот там проводили как раз такие беседы со студентами. Приглашали их принять участие в народном контроле, народной дружине. Ну, полезное занятие для тех, кому делать нечего, и кто хочет приносить пользу своему городу. — Понятно. Аполлинария, а вот ваш молодежный парламент при школе, он чем занимается? Какие акции вы поддерживаете, проводите? Ну, кроме того, что каждый день вы ходите на уборку. — Ну, вот мы также поддерживаем акцию пожирательной законной рекламы. — А еще, вот что-то придумайте сами? Какие-то такие инициативы есть у вас? — Да. В апреле проводим акцию «100 дел на благо города». — Так, это вот интересно, что это такое? Какие дела? — Ну, мы пока их придумываем, разрабатываем. Несколько дел будут связаны с также благоустройством города. Мы будем на тропинке, тротуары, ставить указательные стрелочки, показывая, где находится мусор. Потому что некоторые люди, не найдя мусорку, просто бросают мусор на улицу. — Да. Вот эти указатели, они также будут указывать, что действительно нужно в мусорные баки бросать мусор, а не просто вот где-то по дороге. — У нас люди бросают вот мусорные контейнеры, вот мешки, понимаете, выносят из дома. Бросают не в большой мусорный контейнер, а вот такие вот маленькие, особенно в центральной части города. Вот как раз руководители этих организаций, обслуживающих, жалуются, почему люди не выносят мусор по прямому назначению в большие мусорные контейнеры. — А вам как кажется, почему вот для нашего города актуальна такая проблема? — Некоторые ленивые люди. Некоторые не могут донести… — Это вот лень? — Бывает. Бывает. Частые причины. — А Полинарий, у вас какое мнение? Неужели вот из-за лени? — В некоторых районах не вывозят мусор вовремя, и скапливаются большие кучи, которые… — Нет, главное донести, на мой взгляд, вот этот самый мусор до мусорки. — Здесь вот еще культура, да, вот не только лень. Вот если у человека есть понятие, понимание, да, вот если ты культурный человек, то ты не бросишь никогда. Кроме лени, вот, наверное, еще этого не хватает. Какой-то культуры людям, да, что ли? — Культура. Также хотел бы добавить то, что мало все-таки у нас вот таких маленьких урн в городе. Они должны, на мой взгляд, стоять на каждой перекрестке, чтобы вот человек идет, ест мороженое. Думает, куда же, куда же выкинуть-то? — Да, идет он с этой бумажкой, и все-таки… — Пять минут прошел, десять минут прошел, выкину я ее. — А вы вот с такой вот проблемой поднимали такую проблему? Где-то, чтобы вас услышали, раз у вас такое видение? — Говорил об этой проблеме публично с помощью социальной сети в Твиттере год назад. — Ну вот вас поддержали в этом отношении как-то? — Ну… — Был отклик? — Ну, не знаю, с помощью моего, конечно, обращения или нет, но, тем не менее, вот на тот период времени, когда написал вот эту свою статью в «Живом журнале», вот поставили, поставили вот эти вот зеленые мусорные бачки. — Понятно. К нам поступают, и к вам поступают вопросы, вот первый вопрос от Игоря. У нас предложение. Чернозем, привезите нам, и мы сделаем сами клумбы, цветы посадим, поселок управленческий, адрес Парижской коммуны 34, и кто нам вообще может помочь? Вы разводите чернозем? — Мы не разводим чернозем. — Посмотрите, есть инициативы у Игоря, посоветуйте ему, что делать? — Обратиться в департамент благоустройства города. — Прямо в город? Или, может быть, вот район, вот управленческий? — Управленческий? — Поселок. — Поселок. — Свою, наверное, районную администрацию, не в городской. — Красноглинский же район. — Поселок управленческий? — Да. — Красноглинский район. Соответственно, обратиться в администрацию Красноглинского района, чтобы это было оперативнее. У нас с 2010 года администрация находится в социальной сети Twitter. С помощью Twitter можно обратиться к ним, написать предложение, либо позвонить по телефону горячей линии в администрацию района, также в департамент благоустройства. Надеюсь, что горячая линия работает как и положено, оперативно, и вся необходимая помощь будет оказана. — Андрей, а в ТОС, так как вы при ТОСе тоже, обращаются люди с такими инициативами? И какая ответная реакция? Чем ТОС может конкретно помочь? Вот есть такая инициатива. — Что касается ТОСа-Мичуринской, инициатива городским властям поддерживается. Я узнаю то, что сейчас Рудаков и Игорь Александрович совместно с Большаковой, Ириной Валентиной договорились о размещении на территории ТОСа-Мичуринской клумб. Я думаю, многие горожане видели клумбы, чтобы иметь представление в администрации, в здании администрации города. Вот такие вот хотят поставить на улице клинической, коммунистической. Возможно. Я не знаю, как сейчас положение дела обстоит, но такая договоренность у них была. — То есть инициативы такие поддерживаются? — Поддерживаются, поддерживаются. — А вот вы, Аполлинария, когда вы занимаетесь, вы всем обеспечены? — Да. — Как вот вы получаете там инвентарь, еще что-то? Ведь не пойдешь же просто голыми руками там собирать месор? — У нас прямая линия с районной администрацией, которой мы звоним. Ну я как куратор промышленного района, мне звонит школа, говорит, какого числа она пойдет и сколько человек от нее будет идти. Я звоню в администрацию своего района, говорю, что такой-то школе надо выделить столько-то инвентаря. Они и выделяют, я забираю и отвожу их. — Да, вы там прям ответственно звоните, забираете. — Конечно. — Это опять же все просто на договоренность. То есть мы попросили, согласились, а вот не согласились, постараемся найти другие варианты. — А вообще в чем заключается работа школьного парламента? Вот как часто вы собираетесь? Вот выдвигается инициатива, вы рассказали про сто дел для города, да? Вот как происходит вот этот вот путь от инициативы к реализации, да? Как вы вот это все работаете в этом управлении? — Собираемся мы каждую пятницу. Мы с ребятами придумываем проекты, пишем их и отсылаем в департамент, ну, в нужный департамент. Чаще всего это департамент образования или культуры. — Или благоустройство, да, вот это ЖКХ, так как вы тоже такими делами занимаетесь. И вот какой бывает реакция, обратная связь? Долго ли вот там ваши письма лежат? Кто-то вам какой ответ, когда дает? — Нет, отклик уже, ну, точнее, нам говорят уже результаты нашего письма через неделю на следующем собрании. И чаще всего это бывает положительнее. — Да, вот Андрей, хотелось бы узнать, вы, так как вы член молодежного парламента, при городской думе. Вот Александр Фетисов, председатель, он заявил о том, что кроме молодежи, не понимает никто так глубоко те проблемы, которые сегодня волнуют молодых самарцев. И молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при гордоме, как раз в силу того, что именно вот молодежь, и вы ближе к этим проблемам. Вы уже определились вот с этими проблемами, выяснили, что сегодня волнует молодежь, и что вы можете вот в ответ на такой запрос председателя, да, вот, ну, как бы вот он ждет от вас каких-то сигналов таких о проблемах, вот что вы можете сказать на сегодняшний день? — Мы, прежде всего, да, законотворцы, мы должны принимать такие консультативные вещи в плане, ну, усовершенствования законодательства. Но, на мой взгляд, мы, 15 человек общественного парламента, должны принимать еще участие и в практической жизни. То есть, о чем мы с вами и говорим? То есть, те же самые субботники, ходить по школам, объяснять, там, правила поведения на дорогах, ну, вот это я к примеру говорю. Вот, действительно, вот из этого всего складывается… — Реальная картина, да? — Реальная картина. Когда ты ходишь, там, по школам, вот, на субботники, общаешься с разными людьми, ты вот как раз и видишь эту причину, причину, вот, несостыковок различных, где что поправить, где что улучшить. — Ну, трейтинг проблем все-таки, вот, молодежных, вы можете вот сегодня сказать, какая проблема самая главная, какая не очень такая проблема? — Ну, обсуждаемая проблема — это объединение вузов. — Сегодня, на самом пике, да? — Сегодня, сегодня, это самая обсуждаемая проблема молодежи. — Вы студент с ГЭУ. — С ГЭУ. — Да, вот ваше отношение лично к объединению. — К нам? — Вам же тоже грозит, да? Ну, не грозит, а как-то тут планируется, обсуждается. — Да, к нам присоединяется городское, государственное муниципальное управление, вот, на уровне города у нас есть институт. — Да, 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 да. — Вот как вы относитесь к тому, что вы, вот, теперь не один, вот, ваш университет, а плюс еще академия тут. — Новые возможности. Вот, конечно, как студент у государственного муниципального управления, вот, по специальностям, не хотелось бы туда вот ездить. — А, то есть у вас изменится место обучения, да? — Может быть, изменится, может быть, не изменится. Это все пока никто точно не говорил. Понятное дело, что поступая в планы, я хочу закончить плановый университет, ну, экономический. — Ну, вы, наверное, так и закончите, раз уж вы поступили. Вас это, наверное, не коснется. Вы студент какого курса? — Надеюсь, третьего. Вот, а так, новые возможности у каждого университета, есть определенная база, вот, на которой они строят свое обучение. И если вот наша база, университет СГЭО, пополнится базой другого университета, ничего плохого в этом не вижу. — Понятно. Следующий вопрос, адресованный вам от Анастасии Ивановны. «Партизанская, 171. У нас арка, где кидают мусор. Можно ли там поставить камеру или что-то сделать? Кроме того, у нас нет лавочек. Надо, чтобы было чисто». Вот, Анастасия Ивановна, куда? Вот такой вот проблем, комплекс она обозначила. Что делать? Вот как? — Что касается камер слежения, вот я знаю сейчас в новых домах, на улице Дебенко, отважный. Ну вот рядом с Ашаном строят. Там за свой счет ставят, за свой счет опять же, жители ставят наружное наблюдение. Потом это включается все в обслуживание. То есть если они хотят поставить камеры, вложиться по 5-6 тысяч рублей с квартиры, это условно говоря, это не означает, что именно такие расценки. Вот потом еще платить за содержание этой камеры, конечно, они могут это сделать. Что касается лавочки и вот мелкого такого ремонта, у нас есть, надеюсь, дальше будет продолжаться, программа «Двор, в котором мы живем», вот, который Дмитрий Игоревич Азаров создал с нуля, и действительно такая программа приносит плоды. — То есть если там поучаствовать, то благоустройство дома будет двора проведет. — Конечно, двор преобразится. Преобразится именно так, как хотят жители. — Да. А что касается чистоты, вот Аполлинария, скажите, пожалуйста, чтобы было чисто, говорит Анастасия Ивановна, что нужно сделать, чтобы было чисто во дворе партизанской 171, на ваш взгляд? — Не мусорить. — Нет, ну вот как вы, как общественный деятель молодой? — Во-первых, наверное, все-таки не мусорить. В принципе, там тоже можно поставить стрелочки, где находятся мусорки, так как я понимаю, что люди, ну, не зная, где находится самая ближайшая мусорка, просто бросают его в этой арке. — Ну, какие-то вот, ну, неконтролирующие. Вы вот сами делаете замечания, когда видите, что кто-то идет перед вами, там, пачку сигарет докуренную, там, смел и бросил, или от шоколадки вот огромной вот это вот. Вы сможете подойти и сказать, что вот вы что делаете? Вот у вас есть такое или нет? Или вы молча проходите? — Я просто таких вот не видел где-то, чтобы вот прямо передо мной кидали. — Ой, ну, конечно, так это все. — Из машины откуда-то. — Не видел. Вот другой случай, когда газелисты курят в маршрутках. — Вы говорите в данном случае? — Говорю, бросаю сигарету, и вот остальных... — А, Полинарий, у вас такая же активная позиция? Или вы боитесь все-таки? — Нет. — Дружинник и нетренов? — Нет, почему? — Ну, спасибо большое за вашу инициативу, всего хорошего. Прощаюсь я и с вами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова